Здравствуйте! На нашей планете растет огромное количество удивительных растений. О некоторых из них мы и поговорим сегодня на уроке. Одним из самых удивительных деревьев считается баобаб. У баобаба возраст очень тяжело посчитать, потому что годовых колец у баобаба нет. Считается, что баобабы живут более тысячи лет. А еще баобабы очень живучи. Если хотя бы один корень касается земли, дерево живет. Если снять кору, то нарастет новое. Не каждое дерево может похвастаться такими свойствами. По внешнему виду баобаб напоминает перевернутое дерево. Толщина ствола может достигать более 10 метров. Это является рекордом среди деревьев. Баобабы растут в Африке и в Австралии. Там часто бывают засухи. Древесина баобаба впитывает воду как губка. Во время засухи дерево сбрасывает свою листву и расходует запасы воды. Местное население использует баобабы как временное жилище, кладовые или резервуары с водой. Название некоторых деревьев имеет мифическое происхождение. В одном из 12 подвигов Геракл должен был принести 3 золотых яблока из сада Гесперид. Сад охранял 100 главы дракон. Геракл убил дракона, и по земле потекла его кровь. Из земли начали вырастать драконовые деревья. Это всего лишь легенда, но драконовые деревья существуют на нашей планете. Кроны этих деревьев напоминают грибы. Деревья словно выросли из сказки. Если сделать надрез на стволе дерева, выступит красная смола. Это и есть кровь дракона. Триста тридцать метров. Это много или мало? Ровно столько вам понадобится пройти по дорожке, чтобы обойти дерево с самой большой кроной в мире – баньян. Одно дерево больше похоже на целую рощу, чем на отдельное дерево. Всё это благодаря воздушным корням, которые спускаются от ветвей до самой земли. И укореняются. Под кроной баньяна может поместиться целый класс. От жары мы спасаемся в тени деревьев. Но есть на нашей планете дерево, которое не даёт тени. Это эвкалипт. Родина эвкалипта Австралия. Листья эвкалипта повёрнуты к солнцу не поверхностью, а ребром. Солнечные лучи проходят сквозь листья эвкалипта, и тень не образуется. А ещё эвкалипты – самые быстро растущие деревья. За первый год жизни дерево вырастает на 3 метра. Высота дерева составляет более 100 метров. Все деревья сбрасывают листву, а эвкалипт – кору. Самым красивым деревом считают радужный эвкалипт. Кора постоянно обновляется, окрашиваясь в разные цвета. Вам хорошо знакома русская красавица-берёза. Но есть у неё необычная родственница. Срубить это дерево топором у вас не получится. По прочности древесина этой берёзы напоминает железо. В народе её так и назвали – железная берёза. Научное название этого дерева – берёза шмидта. В отличие от всех деревьев, этому дереву не страшны пожары. А ещё древесина железной берёзы тонет в воде. Вы уже знаете, что растения дают плоды. Давайте познакомимся с самыми необычными плодами на нашей планете. Одним из самых больших орехов на Земле является плод сельшельской пальмы. Плоды имеют причудливую форму и весят порой 20-25 килограмм. Размером они до 50 сантиметров. Все сладкоежки любят шоколад. А знаете ли вы, что шоколад получают из семян дерева какао? Жёлтые плоды прикреплены прямо к стволу дерева. Плоды аккуратно срезают. Внутри них находятся семена. Семена обжаривают и перемалывают. Полученный порошок идёт для приготовления всем известного напитка – какао. Второе применение какао – это получение шоколада. Другое название этого дерева – шоколадное. Особое место в мире растений занимают цветы. Цветы делают нашу жизнь красивой и праздничной. У каждого цветка есть неповторимая красота и аромат. Но есть на нашей планете уникальные цветы. Давайте с ними познакомимся. Рафлезия – это растение-паразит. У него нет ни листьев, ни веток, ни корней. Рафлезия живёт на других растениях. Огромный цветок весит 10 килограмм. Диаметр цветка составляет около метра. А вот аромат цветка неприятный. Рафлезия пахнет тухлым мясом. Именно этот запах привлекает мух для опыления. Да и сам цветок напоминает кусок мяса. В мире животных есть хищники. Они питаются другими животными. Оказывается, в мире растений есть тоже свои хищники. Давайте с ними познакомимся. Непентес. Листья этих растений превратились в кувшинчики. Растение выделяет специальный аромат, который привлекает насекомых. Стенки кувшинчика скользкие, поэтому жертва падает вниз в специальный сок и тонет. Растение переваривает пойманное насекомое. Иногда в ловушку попадаются маленькие мыши и птицы. Непентесу приходится подолгу ждать, пока попадется добыча. Есть на нашей планете более активное растение-хищник. Это венерина мухоловка. Листья этого растения превратились в челюсти, которые смыкаются при попадании на них любых насекомых. Венерина мухоловка не отказывается и от гусениц, улиток и лягушек. Самой большой кувшинкой в мире считается кувшинка Виктория. Название растение получила в честь английской королевы Виктории, которая была очень красивой. Королевский цветок цветёт всего лишь три дня. Когда цветок открывается в первый раз, он белый и имеет тонкий абрикосовый аромат. Во второй раз цветок розовеет и пахнет сиренью. В третий раз цветок распускается и отмирает. Это самая крупная на нашей планете кувшинка. Каждый лист её может достигать в диаметре двух метров. Причём листья обладают очень удивительной способностью. Они могут выдерживать вес до 50 килограммов. Листья легко удерживают детей. На этом уроке мы познакомились с удивительными растениями нашей планеты. А где же их можно увидеть? В ботаническом саду. Там собраны многие виды растений, о которых мы сегодня говорили. На этом наш урок окончен. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова